Добрый день, уважаемый зритель! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции в дироках следующая. Человек отхаркивает мокротой с кровью. И его это пугает, либо настораживает. Почему? Потому что, если почитать в интернет-изданиях, очень много пугает кровохарканьем. Но не всегда это трагично. Это самое первое нужно помнить. Не надо думать, что у вас онкология, или рак, или еще что-то там развилось. Кровохарканье может быть разных, скажем так, в разных ситуациях. Даже вы повредили бронхи и откашлили кровью. Это не значит, что вы все заболели. Ну, а если есть продолжительные болезни, особенно это касается курильщиков и тех, кто не умеет правильно дышать, которые заболевают, допустим, с различными простудными заболеваниями, которые вызывают удушливый кашель, допустим, либо кашель, который идет с мокротой, и бывает, что человек настолько надорвал внутренности своей, скажем так, бронхи и легкие, что уже кровь начинает выходить вместе с мокротой. И человек это пугает. Пожалуйста, не пугайтесь. Пожалуйста, не пугайтесь. Просто вы, скажем так, подорвали, порвали очень много капилляров в кровах. И у вас кровь идет именно с мокротой. Здесь я учитываю, что, пожалуйста, если вы не больны тяжелым заболеванием, связанным с бронхами и легкими, потому что при туберкулезе, возможно, кровохарканье, при бронхопневмонии, при хроническом бронхите, при тяжелых видах бронхита, в затяжном бронхите, так скажем, частенько возникает кровохарканье. И через точку P5G вы можете воздействовать на эту точку массажем. Конечно, желательно знать, в каком состоянии меридианы еще, потому что у нас меридиан печени очень сильно отвечает за бронхологическое дерево и за грудную клетку, и за легкие. Почка очень сильно отвечает сердце, перикард, поджелудочная железа, желудок. Желчный пузырь отвечает за боковые растворства легких. Здесь тоже нужно брать их во внимание. Но если у вас нет возможности сделать диагностику, но хочется помочь себе, либо помочь близкому человеку, который страдает кровохарканем, и это кровохарканье не тяжелой формы, скажем, а просто-напросто из подрыва внутренних, скажем так, органов, бронхов и легких, то через точку P5G вы можете массажными действиями, что успокаивать, помогать своему организму, дабы мокрота отходила простая, просто без крови, чтобы это вас не пугало. Так что, пожалуйста, вооружитесь знаниями, вооружитесь местонахождением данной точки и массажируйте ее. Только не замассажируйте. Спасибо за внимание.